Ресторан «Кристалрум Бакара» Ресторан «Кристалрум Бакара» занимает второй этаж московского «Мезон Бакара». Знаменитая марка представляет на первом этаже в своем магазине ювелирные украшения и предметы для дома. Ну а второй посвящен гастрономическим изыскам. Ресторан «Кристалрум Бакара» — излюбленное место для светских мероприятий, автопати, громких церемоний и дней рождения. Привет! Привет! Кажется, ты была здесь не раз. Могу тебе сказать, что в вечернее время ресторан выглядит совершенно иначе. А что ты думаешь об интерьере? Мне кажется, что здесь шикарный интерьер. Само здание ему больше ста лет, и здесь раньше располагалась аптека, от которой остались эти архитектурные объемы. «Мезон Бакара» занимает старинный особняк — памятник архитектуры, где ранее находилась аптека номер один, известная в Москве как аптека «Феррейна». Французский дизайнер Филипп Старк переработал доставшееся ему пространство в традициях французской марки «Бакара». Здание расположено так, что солнечные лучи легко проникают сквозь высокие венецианские стекла. Это создает потрясающий визуальный эффект, что и использовал Старк в оформлении интерьера ресторана. Мне очень нравится люстра. Я знаю, что она создана специально для этого ресторана. Да, но она напоминает о многих классических образцах марки «Бакара». Люстра, конечно, самый впечатляющий центральный элемент дизайна этого зала ресторанного. Крустальные подсвечники. Они расставлены Старком специально на полированных металлических столах современности истории. Обращают внимание на себя тарелки. Они все разные, необычные и напоминают 18 век. Но Старк не был бы Старком, если бы не внес в столовую утварь и в сами столы долю здоровой иронии. Посмотри, здесь, например, на каждом столе есть вот такая надпись, она в глаза не бросается. Но на самом деле это оксюмороны такие написанные на французском языке «Паническое спокойствие». Очень впечатляет импровизированный камин с ретро-телевизорами внутри. Ну это вот та самая история, которую Филипп Старк преподносит через современность. Потому что сам дизайн камина, он напоминает Лобоко де ла Верета, знаменитое изваяние, которое находится в Риме. А с другой стороны, своеобразное божество ветров и вод, которое транслирует энергию через время и пространство. А сейчас нашим ведущим предстоит оценить кухню ресторана. Мишель Ленц, известный французский повар, который заправляет кухни этого ресторана, он в последнее время увлекся по-настоящему российскими продуктами. Ты можешь почувствовать французское кулинарное мастерство из русских продуктов. Пожалуй, я возьму пирог из утки с трюфлем и фуа-гра. А я буду ризотто с белыми грибами. Это ведь сезонный продукт. Надо попробовать. Обязательно. Как обходится Ленц с нашими белыми грибами. Ленц с нашими белыми грибами. Ленц с нашими белыми грибами. Ну что, похоже, у нас настоящий грибной пир сегодня. Вот такие вот прекрасные лисички с зеленым соусом, как я узнал, из петрушки и крапивы. Это очень полезно. Лисички, говорят, содержат много полезного селена. Ну что скажешь? Выглядит симпатично и на вкус потрясающе. Чувствуются свежие сезонные грибы. А ризотто потрясающе. У тебя русские грибы, а у меня и русские, и трюфель. Здесь немножко трюфеля в пене. Очень вкусный пирог. Хрустящая, лакированная вот такая вот корочка. Фантастический соус. Сладковатый и очень текстурная начинка из утки. Она прям такая плотная. Это не такой мягкий фаршец, как часто бывает. Настоящий французский террин. Знаешь, я люблю ризотто, везде его заказываю. Но, наверное, я немного прогадала с выбором, потому что стоило во французском ресторане. Заказать что-то французское, конечно. Да, потому что я не прочувствовала всех тонкостей французской кухни. Но мне понравилось это блюдо. Этому ризотто я бы поставила оценку 5. В моем случае я тоже попробовал грибы. И они так мило украшали пирог, который я заказал. Пирог с уткой. Фантастическая корочка, хрустящая. Плотная текстурная начинка и сладкий соус. Томленый в красном вине инжир. Это, конечно, очень по-французски. И более того, это очень вкусно, плотно и сытно. Так что сплошные 5, 5, 5, 5. Сегодня мы познакомились с известным рестораном Crystal Room Bacara. Впереди у наших ведущих еще много заведений. И о них вы сможете узнать в следующих выпусках дегустаторов. А пока добро пожаловать в Crystal Room Bacara. И приятного вам аппетита!